Ледовар – профессия редкая, но даже у этих людей есть свой праздник. Его отмечают завтра. А сегодня Юлия Важенина встретилась со специалистом ледоварения. Узнал очень много интересного. Эффектные шайбы хоккеистов, поддержки танцев на льду, изящные пируэты фигуристов. Вниманием зрителей всегда завладевают спортсмены. И мало кто догадывается, для того, чтобы выступления стали возможными, необходима кропотливая работа ледоваров. Именно они заботятся о гладком и ровном льду. А это не только удовольствие от катания, но и безопасность спортсменов. Профессионалы в этой области с равным успехом могут залить и зимнюю коробку во дворе, и крупную ледовую арену. 16 января – дата особенная. Именно в этот день 1901 года родился американский изобретатель Фрэнк Замбони, который и сконструировал машину для восстановления и заливки ледового покрытия «Ресурфейсер». Сюда заливается вода. 600 литров, вот 200 бак дополнительный, 200 литров, еще один бак. Вот здесь вот шнек, который собирает снег, а вот под ним, вот, если у вас видно, находится нож, который непосредственно как раз и срезает старый лед. Иван Сверидов управляет такой машиной почти 10 лет. Сейчас отвечает за качество льда в ледовом дворце. Когда впервые сел за баранку ледяного авто и не думал, что ему так понравится. Кстати, чаще всего специальность ледовара осваивают бывшие спортсмены, которые на собственном опыте знают, что такое хорошо, а не что такое плохо. И Иван не исключение. Раньше он занимался легкой атлетикой и играл в хоккей в дворовых клубах. Когда проходят тренировки, все-таки коньками лед портится, стружка вылетает наверх, лежит на льду. То есть, соответственно, нож вот эту всю стружку и неровную поверхность срезает. А водой уже обновляется верхний слой, то есть получается гладкая поверхность. Лед заливается горячей водой. По канадской технологии она должна быть не ниже 60 градусов. А вот пользоваться льдом можно только, когда он застынет. Обычно 15 минут на все про все достаточно. Во-первых, горячая вода способствует выходу воздуха. В воде всегда содержится воздух. Чем вода горячее, тем он быстрее будет выходить. Ну и во-вторых, допустим, не зря нас называют ледоварами, то есть лед сваривается с водой. То есть он, если налить холодную воду, грубо говоря, на лед, то она просто непосредственно может застыть сверху. То есть какая-то прослойка воздушная, пыль и снежная остается подо льдом. А горячая вода, она сплавится со старым льдом и получается однородная масса. График работы у ледоваров непростой. Во время проведения соревнований лед должен быть готов уже в 7 утра к первым тренировкам. В дни больших турниров ледовары работают от зари до глубокой ночи, поддерживая качество покрытия. Так что их смело можно назвать соучастниками ледовых побед. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.